Сегодня в режиме видеоконференц-связи президент Республики Узбекистан Шавкат Мерзиёев ознакомился с новыми проектами в нефтехимической промышленности, электрохимической и фармацевтической отраслях. Репортаж программы. В результате пандемии на рынках природного газа и нефти наблюдается нестабильная ситуация. В частности, в настоящее время экспорт добываемого в нашей стране природного газа в Китай сократился в три раза, а в Россию полностью прекратился. В этой связи наше государство идёт по пути глубокой переработки и монетизации природного газа и всех сырьевых ресурсов в целом. Принимаются меры для повышения экономической эффективности путём производства импортозамещающей и экспортоориентированной готовой продукции. В последние годы было создано много таких заводов и предприятий. Сформирован ряд перспективных проектов. На совещании представлена информация о пяти новых проектах в нефтехимической отраслях. Первым является проект по производству вспененного полипропилена, который используется в производстве теплоизолирующей пищевой тары, защитных шлемов, автомобильных сидений, игрушек и другой продукции. Стоимость проекта 5 миллионов долларов. В результате будет создано 40 рабочих мест и освоен выпуск 8 новых видов продукции. Появится возможность замещения импорта на 4 миллиона долларов и экспорта товаров на 1 миллион долларов в год. Предприятие планируется ввести в строй в августе 2021 года в Вишнобадском районе Ташкента. Второй проект – производство реагентов на основе карбоксиметилцеллюлозы. Эти реагенты применяются в строительстве, приборовых работах в пищевой промышленности и медицине. В Юкоро-Черчикском районе уже запущен первый этап проекта, общая стоимость которого составляет 12 миллионов долларов. После завершения до 2023 года всех четырех этапов будет производиться импортозамещающая продукция на 9 миллионов долларов и экспорта ориентированная на 13 миллионов долларов. Будет создано 100 рабочих мест. Следующий проект стоимостью 25 миллионов долларов предусматривает производство перекиси водорода. Обладающие очищающими и дезинфицирующими свойствами, это вещество широко используется в фармацевтике, медицине и быту. Проект создаст 50 рабочих мест и позволит производить продукцию почти на 20 миллионов долларов в год. Завод планируется запустить в сентябре 2021 года в Новоисской области. Четвертый проект – выпуск карбамида формальдегидного концентрата на базе акционерного общества «Новои Азот». Предприятие стоимостью более 18 миллионов долларов будет поставлять химикаты для строительных и отделочных работ автомобильной промышленности. Строительство завода началось в марте этого года. Ввод в эксплуатацию запланирован на март следующего. Производственная мощность, импортозамещающая продукция на 9 миллионов долларов и экспорт на 1 миллион долларов в год. Будет создано 50 рабочих мест. Как известно, 28 декабря прошлого года в ООН «Новои Азот» был запущен комплекс по производству поливинилхлорида. Каустической соды и метанола. В настоящее время проектируется вторая очередь завода. Ожидается, ее стоимость составит около 440 миллионов долларов. Соответственно, высокие ожидания от экономической эффективности и создаваемым рабочим местам. В частности, планируется трудоустроить 650 человек и производить в год продукцию на 132 миллиона долларов. Новый комплекс, как и первый, обеспечит крупные промышленные предприятия и предпринимателей необходимым сырьем, которые импортируются за большие объемы валюты. Второй этап позволит выпускать импортозамещающие продукты на сумму 36 миллионов долларов в год и экспортировать на 96 миллионов долларов. Внедрение современных технологий сэкономит большое количество природного газа. Глава государства ознакомился с презентацией этих проектов и дал указания по эффективной их реализации. Поручено последовательно продолжить работу в указанных отраслях, наладить выпуск таких востребованных в строительной индустрии, автомобильной и фармацевтической промышленностью продуктов, как синтетические волокна, полиэфирные смолы, полимеры, ароматические углеводороды. Президент подчеркнул, что отныне крупные проекты должны осуществляться совместно с частными и иностранными инвесторами без государственных гарантий. Ориентируясь на небольшие, относительно недорогие и краткосрочные проекты. В ходе предыдущего совещания руководителям страны были даны поручения по ускорению реализации проектов по глубокой переработке природного газа с производством продукции с высокой добавленной стоимостью и активного привлечения для этого в цели иностранных и частных инвестиций. В ходе сегодняшнего совещания проанализирован ход реализации пяти таких проектов, по которым уже подготовлены конкретные сетевые графики, определены инвесторы, партнеры и даны указания по их ускорению с принятием мер по недопущению каких-либо отставаний на всех этапах их реализации. Наша задача – производить продукцию, которая в дальнейшем будет уже использоваться другими смежными отраслями. И, естественно, давать более высокую добавленную стоимость, создавать новые рабочие места и тем самым способствовать стабильному развитию экономики, и особенно в нынешних условиях, когда во всем мире идет кризис. В ходе совещания даны критические замечания и поручения по устранению всех различных бюрократических препон, в особенности в работе с частными инвесторами, в работе с нашими иностранными партнерами, ускорить разработку проектной документации, качественной его экспертизы и соблюдение всех норм, требований в части обеспечения качественного строительства и безопасности. С тем, чтобы отдельный акцент был сделан на то, чтобы повысить качество выполняемых работ. Не проект ради проекта, а чтобы производимая продукция была востребована и реализована как на внутреннем рынке, и там на экспорт, и была тем более конкурентоспособна по себестоимости. В ходе составившегося совещания посредством видеоконференц-связи также детально были обсуждены перспективные проекты в электротехнической и фармацевтической отраслях. Глава государства обозначил конкретные целевые ориентиры по сокращению импорта и наращиванию объемов производства отечественной продукции.